Эта неделя уже декабрь месяц. Илона хочет сказать. На этой неделе у нас уже начинается декабрь, и у нас уже начинается подготовка к Рождеству и к Новому году. И естественно к этому нужно подготовиться и сделать ряд мероприятий. Первое объявление это во вторник у нас никаких мероприятий. В среду у нас репетиция... А, подождите, во вторник у нас группа у Ларисы, домашняя группа у Юлтус. И все, да? То есть в 7 часов вечера, если вы хотите попасть на домашнюю группу к Юлтус, пожалуйста, подойдите к ней. Юлтус, подымись, кто не знает Юлтус. Пожалуйста. Если кто-то не знает Ларису, пожалуйста, подойдите к Ларисе и узнайте, как вы можете попасть на ее группу. Здесь молитва за исцеление и общение, где вы можете получить ободрение и поддержку. В среду у нас репетиция группы прославления в 7 часов вечера. Если у вас есть музыкальные таланты и какие-то дары, которые вы хотели бы развить, пожалуйста, в среду в 7 часов вечера мы вас ждем. И также в 7 часов вечера школа шахмат. Так что мы вас ждем на эту школу. И если вы хотите, чтобы ваши дети занимались шахматами, пожалуйста. Ну, знаете, может кто-то думает, что может церковь научить? Мой ребенок, я могу играть в шахматы, но моему ребенку 7 лет. Он в 2 счета меня выигрывает. То есть Вика молодец, она научила, ну, учит наших детей любить и думать, как шахматисты. Потому что это люди, которые думают на несколько шагов вперед и просчитывают ситуацию. Это очень хорошее время. Так что, пожалуйста, приводите своих детей. Или вы знаете, кто ищет школу. Пожалуйста, в среду мы ждем. Домашняя группа у Максима. Да, в 7 часов также домашняя группа у Максима. Его сейчас нету, но он находится на детском служении. Сегодня он дежурный на детском служении. Но если вы хотите попасть в домашнюю группу к Максиму, пожалуйста, подойдите или ко мне, или к Максиму. И узнайте, как это все проходит. Потому что это тоже хорошее время для встречи и для познания разных истин, которые проходят на этих домашних группах. В пятницу в 7 часов вечера у нас лидерское собрание. Так что, все те, кто уже действующие служители, мы вас обязательно приглашаем. А те, кто хочет участвовать в жизни церкви. Например, некоторые люди говорят, я не лидер, я не служитель, это не для меня. А потом эти же люди у меня за спиной говорят. В нашей церкви все делается без нашего, никого не предупреждают, ни с кем не советуются, нет. Послушайте, еще раз объявляю. Один раз в месяц, первую пятницу месяца, мы встречаемся на таком собрании, на котором решаются ряд мероприятий церковных. Как проходят группы, как проходят служения, как проходят разные программы, что для этого нужно. И я приглашаю всех, это не только избранных, я приглашаю всех, кто хочет участвовать в жизни церкви. Пожалуйста. Может быть, вы в эту пятницу себя не найдете, но поверьте, мы обязательно с чем-то задачим. Если вы себя не найдете, мы обязательно найдем, как вас, кому вас прикрепить. У нас достаточно, предостаточно разных возможностей. Так что, пожалуйста, ждем вас в эту пятницу в 7 часов вечера. И в 11 часов вечера ночная молитва, где мы также молимся, славим Бога, поклоняемся Богу, слушаем Слово Божие. Так что, пожалуйста, мы ждем вас в 11 часов. В эту субботу у нас будет довольно-таки серьезное мероприятие, в которое нужна больше мужская сила. Это будет, мы хотим наш зал полностью переделать. Вернее, весь бейсмен мы уже переделали. Мы хотим первый этаж весь переделать, чтобы покрасить, отремонтировать, подготовиться к Рождеству, изменить дизайн церкви. То есть будет очень много разных перемен здесь интересных. И если у вас есть желание, возможности, умение, пожалуйста, мы вас ждем в эту субботу, для того, чтобы помочь нам с ремонтом. Вот. Я думаю, что где-то в 10 утра, если вы сможете приехать в 10 утра, если вы, ну, например, да, нам нужно будет не только мужская сила, и женская сила тоже. Так что, если вы можете приехать, что нам нужно вымыть бейсмен, нам нужно будет здесь много чего делать, пожалуйста, приходите, для того, чтобы мы могли за субботу хотя бы зал сделать. Потому что мы хотим стены покрасить, мы хотим ковролин поменять, мы хотим много чего поделать, разных идей, которые мы хотим воплотить, чтобы наша церковь обновилась и стала еще краше. Вот. И также после этого лидерского собрания мы объявим ряд мероприятий, в которых мы планируем театральные какие-то постановки, нам нужны будут люди, нам нужны будут, ну, с детьми, потому что у нас будет выступление. Так что, пожалуйста, ну, участвуйте в этом. 11 декабря, это пятница, в 7 часов вечера будет вечер классической музыки и будет суши-парик. Бог привел к нам профессионального повара, который, ну, хочет участвовать в, как это сказать, в оформлении, оформлении на нашей церкви. Так что, пожалуйста, 11 числа будет такое вот мероприятие. 26 числа на Тенсгивен мы кормили людей, которые живут на улице. И это было такое очень интересное мероприятие. Там люди плакали, люди благодарили, потому что говорят, что... Ну, а нас, ну, говорит, нас кормят, но никогда о нас не вспоминают в праздник. И когда мы пришли, мы пришли, знаете, так красиво. Мы поставили стол, мы накрыли поляну, мы поставили турку, мы поставили, ну, все необходимое. И, ну, эти, ну, хомлес, они... Теплые вещи. А? Да, теплые вещи им дарили. И, ну, такое было очень хорошее, такое, как, знаете, именно праздник для них сделали. Мы хотим сделать такой же праздник на Рождество и такой же праздник на Новый год. То есть мы найдем этих людей для того, чтобы отпраздновать мы вместе с ними. Потому что, ну, мало кто хочет с такими людьми вообще общаться. Но мы пойдем с ними пообщаемся. Так что, если у вас есть желание, пожалуйста, участвуйте. Это тоже хорошее, хорошее такое мероприятие. Вот. Ну, в принципе, все. Уже после лидерского мы объявим, какие будут мероприятия в декабре. Потому что у нас будет очень много мероприятий. И каникулы для детей мы планируем сделать. И Рождество, и Новый год, и выступление детей в других церквях. Так что, пожалуйста, участвуйте. Те, кто подошли, у вас нету свидетельств?